Привет, YouTube, Internet. В сегодняшнем видео с вами поговорим о настройках звука, уведомлений и вибраций в мессенджере WhatsApp. Видео будет банально простым и больше будет рассчитано на новичком, но тем не менее, если есть на это спрос, то мне приходится записывать такие вот банально простые вещи. Тем не менее, люди этим интересуются, поэтому записываю его для вас, друзья. Итак, заходим в наш мессенджер WhatsApp и сейчас посмотрим все вот эти вот настройки. Короче, для того, чтобы перейти в настройки, кликаем в правом верхнем углу на три точечки. Возможно, с изменениями немножко интерфейс поменяется, но на момент записи этого видео сейчас это происходит так. Значит, дальше нам нужно будет перейти в настройки уведомлений, где написано уведомления, звуки сообщений, группе звонков. Кликаем сюда и здесь мы можем наблюдать. Самый первый важный пункт это звуки в чате, воспроизводить звуки для входящих и исходящих сообщений. То есть, если вы выключите данный пункт, что произойдет на вашем телефоне? То есть, все уведомления, все сообщения, все видеозвонки, которые будут приходить на ваш мессенджер, вы будете получать только визуальные уведомления, но никаких звоночков, мелодий, ничего не будет происходить. Это отличие вот этого вот пункта. Поэтому лучше его всегда ставить активированным. Дальше переходим на пункт немножко ниже и там, где написано звук уведомления. Что это за звук уведомления? То есть, приходит вам сообщение, или еще какая-то другая мелодия будет играть, то есть, коротенькая какая-то мелодия. То есть, вы выбираете ее и, в принципе, можете поставить ее прослушать. Сейчас у меня не получится это все дело продемонстрировать, но если я отключу телефон, так сказать, чтобы он не транслировался на мой монитор, то, в принципе, звук мы будем слышать. Имейте в виду, что звук вы можете сюда, то есть, на сообщение поставить свой индивидуальный. Если есть у вас какая-то коротенькая мелодия, такая там, 3-2-5 секунд, то вы ее можете добавить. Как ее добавить? Это вам нужно немножко проскроллить пунктом вниз, и здесь написано «добавьте рингтон», и вы можете локально загруженную какую-то мелодию добавить ее сюда. Надеюсь, понятно. Переходим к следующему пункту, это пункт «вибрация». Что это такое? Вибрация – это то, что будет происходить, точнее, сопровождать ваши сообщения или звонки, или видеозвонки во время входящего видеозвонка, звонка или сообщения. То есть, вы можете поставить. Если вам короткой вибрации будет недостаточно, то вы, в принципе, ставите ту, которая вам нужна. У меня лично стоит по умолчанию, мне этого вполне себе за глаза хватает. В вашем случае подберите именно то, что вам больше всего подходит. Дальше идем к следующему пункту «всплывающие уведомления». Что это такое? Всплывающие уведомления – это те уведомления, которые будут у вас появляться вот здесь, в шторке, то есть в самом верху вашего телефона. Также всплывающие уведомления могут показываться на заблокированном экране. То есть, если у вас хороший навороченный телефон, в котором OLED-экран имеется в виду, который может выводить какую-то текстовую информацию, то есть информацию о времени на заблокированном экране, то есть у вас экран полностью выключен. Я вам не буду это дело показывать, потому что у меня приврется... Короче, прекратится моя трансляция на моем дисплее виртуального телефона. Но в вашем случае имейте в виду, что тут есть, вы в принципе просто читаете правильно и написано, а только тогда экран включен. То есть, когда вы что-то просматриваете или экран у вас включен, у вас будут всплывающие уведомления. Если же у вас есть функция Always On Display, то есть выводить на заблокированном экране какую-то информацию, то в принципе текстовые сообщения будут, точнее их уведомления, показываться на заблокированном экране. Это очень удобно, особенно когда вам не нужно включать, вы просто достали телефон, взглянули, ага, здесь какие-то сообщения, взяли их, прочли. Короче, я так думаю, вы поняли. Я лично, у меня без всплывающих окон, мне это не нужно, поэтому в таком вот плане. Дальше здесь есть еще одна очень интересная фишка, это свет белый. Что это такое? Это непосредственно, короче, свет уведомления, какой вы хотите, то есть белый, красный, желтый, зеленый, то есть свет уведомления вашего. То есть ставьте тот, который необходимый, в принципе, тем самым вы можете подобрать тот цвет, который импонирует, так сказать, или вашему настроению, или больше вам нравится этот цвет и тому подобное. Дальше есть вот такое вот приоритетное уведомление, показывать всплывающее уведомление верхней части экрана. Вот о чем я вам как раз и говорил, то есть в шторке будет показываться все всплывающие, ну имеется в виду приоритетные уведомления, которые являются срочными, или там, допустим, от ваших родственников, если состоят каких-то избранные контакты ваши, то вот эти вот уведомления будут показываться на заблокированном экране. Также вы можете назначить группы, опять же, если тот или иной контакт находится там в группе семья или в группе еще какой-то, то вы, в принципе, ой, извините, не туда клацаю, там, где написаны вот группы, звук и мелодия. То есть вы можете выбрать из тех мелодий, которые есть, а также, если вы проскрулили те чуть ниже, то есть добавить рингтон. То есть аналогичное, только здесь уже имеется в виду мелодия, а там именно звук сообщения, поэтому имейте это в виду. Ну и, в общем, как-то вот так вот, дальше вот звонки, мелодия, ну, в принципе, это не особо критично, и я думаю, там вы уже сами разберетесь, что к чему. Собственно, мелодия это то, что с видеозвонками связано. Ну, а вибрация тут, собственно, это вибрация уже непосредственно под звонки, то есть имейте в виду, что здесь оно по категориям разделено, то есть звонки, есть вот это вот группы, то есть вы на группы можете поставить, а вот это вот именно на сообщение, то есть чтобы вы понимали, а то вы начнете выбирать, а что у меня, то есть я поставил мелодию, а она как-то не работает. В общем, надеюсь, мое видео оказалось для вас полезным, ребят, поддержите видео лайком, подпишитесь на канал, оставляйте ваши комментарии под этим видео, если есть какие-то вопросы, задавайте их обязательно, если хотите узнать что-то другое по какой-то другой теме, также пишите, я все комментарии читаю. Не все приходят ко мне уведомления, но которые я получаю, я стараюсь на них также отвечать, если это требует моего как-то ответа. Как-то так, с вами был Boost, всем пока, друзья, и удачи!